В этом году исполняется 115 лет с момента опубликования самой знаменитой чувашской поэмы «Нарспи». Произведение считается вершиной творчества чувашского поэта Константина Иванова, ученика Симбирской чувашской школы, а её директор Иван Яковлевич Яковлев был наставником и вдохновителем поэта. Зрителям продемонстрировали подлинное первое издание поэмы «Нарспи», предоставленное Национальной библиотекой Чувашской Республики. Именно благодаря стиху, самому стихосложению, богатству чувашского языка, приёмов поэтических, которые использовал Константин Васильевич Иванов, эта книга стала в какой-то мере, наверное, энциклопедией чувашской жизни, как говорят о книге Евгения Онегина, Александра Сергеевича Пушкина. Невероятная какая-то лёгкость в стиле изложения. Из фондов Национальной библиотеки руководитель учреждения привезла всего на один день книгу 1908 года «Сказки и предания Чуваш». Именно в этой книге впервые была напечатана поэма «Нарспи», вызвавшая всеобщий восторг. В неё также вошли творения других чувашских поэтов. Книга давно уже оцифрована и хранится в открытом доступе на сайте библиотеки. Местом для празднования юбилея был выбран музей симбирской типографии. Поэма была опубликована в 1908 году типографией имени Дмитриевых. Интересный факт. Мы сейчас с вами находимся на территории музея-заповедника Родина Ленина, в музее симбирской типографии. Раньше это здание принадлежало Василию Васильевичу Черникову, который открыл первую частную типографию в Симбирске. Типография братья Дмитриев, где была опубликована поэма «Нарспи», является правоприемницей этой типографии. Специально к юбилейному событию художник-скульптор, автор памятника новому чувашскому алфавиту, установленного в Ульяновске Виктор Егоров, совместно с воспитанниками Ульяновского гвардейского суворовского училища разработал и изготовил комплект литер чувашского алфавита для ручного типографского станка, который сохранился в музее. И мы с удовольствием приняли этот заказ вместе с суворовцами на занятиях дополнительного образования. Выразили четыре еще знака, четыре литера, которые существуют кроме в чувашском языке алфавите, кроме дополнения к тем 33, которые существуют в русском алфавите. Комплект литер был торжественно передан в музей симбирской типографии. Теперь все желающие смогут набирать и делать типографские отиски со словами на чувашском языке. Музыкальным обрамлением мероприятия стали выступления народного коллектива молодежного чувашского вокального ансамбля «Мерчин» и народного коллектива чувашского вокального ансамбля «Сарнай».